Ребят, мы съехали с главной дороги, такая здесь немножко ухабистая, с заделанными дырочками, но все равно не ровная. Короче, мы едем в Бернаты. Бернаты – это небольшое поселение в 18 километрах от Лепы. Здесь очень шикарный хвойный лес. Здесь дикие пляжи. Воздух такой, что можно просто ложкой есть. Прямо такая вот хвоя, запах висит в воздухе. Сейчас, конечно, я давно здесь не была, и сейчас здесь очень многое изменилось, так что мне тоже будет интересно посмотреть. И раньше здесь были пионерские лагеря. Я, как советский ребенок, тоже здесь проводила свое лето. Был такой лагерь имени Тамбасова, героя. О, смотрите, продают что-то местное. Лагерь – это значит имени героя, который повторил подвиг Матросова. И были также другие здесь пионерские лагеря. И, в общем-то, мы ходили друг к другу в гости, и было интересно. Все это, конечно, сейчас не существует. За исключением здания и территории пионерского лагеря, который принадлежал заводу «Металлург». Сейчас там база отдыха. Если получится, мы тоже заглянем. Ну вот, мы уже въезжаем в лес. Здесь вот такой магазинчик. То есть здесь можно прикупиться. Здесь же стоянка. Но также можно проехать дальше и запарковаться дальше. Посмотрите, какая красота. И какая шикарная дорога. Чувствуете сразу? Перестала нас трясти. Весь этот лес на дюнах. То есть здесь просто даже по лесу погулять, подышать – это абсолютно божественно. Абсолютно замечательно. Так, ну мы паркуемся, и сейчас начнется наша прогулка. Нужно обязательно побрызгаться, когда вы идете в лес, потому что все-таки в Латвии есть и клещи, но и комары бывают. Сейчас уже, конечно, не сезон для комаров, но от клещей, конечно, стоит побрызгаться. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, смотрите, просто вдоль дороги идем. Просто такие молоденькие, красивенькие, чистенькие. Ну, просто песни. Вон, еще один столик. В общем, очень много грибов, потому что погода сказочная. Тепло, были дожди. И вот, пожалуйста, все грибочки прямо лезут. Смотрите, еще чернички немножко есть. Немного, но все равно, и она такая зрелая. Да, уже падает, просто падает. Да, лес это чудесно. А перната это вообще-то, и важно, чудесно. От чернички прямо не оторваться. Конечно, это уже не сезон, но все равно она такая сладкая, такая вкусная. Посмотрите, какая красота. Ну, посмотрите, какое чудо. Какая веселая семейка. Прямо около весной дорожки. Вообще, очень много грибов. Ну, а я взяла с собой только пакетики для полетов. Но, в принципе, не будем жадничать. Оставим дикой природой. Или еще кому-нибудь. Вот, в лесу нашли базу отдыха. Я так поняла, что там можно пройти. Так что сейчас я вам покажу, что там происходит. Вот. Привет, красавец. Облаяли, но облаяли так. Для порядка, чтобы показать, кто в лесу хозяин. Ну, вот видно здесь и старые постройки реставрированные. И что-то совсем новое построено. Я здесь была очень давно. Вокруг тебя удобство. А открываешь окно, и вот такое. Ну, в общем, классно. И тишина, и воздух. Видите, и свет здесь есть. Какой-то зал здесь. Наверное, для мероприятий. Ну, в принципе, да. Почему не провести свадьбу или какой-то день рождения на природе. Вот, кстати, тоже такое же помещение. То есть они здесь явно проводят мероприятия. Ну, а что? От города всего 18 километров. Можно жить в отдельных домиках. Как раньше были палаточные городки. Ну, вот эти все помещения, я, конечно, не уверена. Но вот как они выглядят, это как будто для мероприятий. Пожалуйста, спортом позаниматься желаете? Вся территория охраняется так, что даже если дети, то спокойно можно их оставить поиграть, пока вы там грибочки жарите, которые тут же можно собрать. Здесь недалеко в поселке есть магазин. Да и многие, кто часто здесь отдыхает, они наверняка просто на каждый хутор можно прийти и что-то купить. У них свеженько, особенно в этот сезон, потому что многие просто выставляют. Вот как в Англии, покупайте и платите деньги. Смотрите, масляты прямо на газончике. Вот как тут мимо пройдешь. Тут уже начинаешь выбирать, капризничать. Только маленькие, средненькие. Вот это, наверное, со времен еще, со старых, как советские постройки. Здесь тоже можно арендовать и снимать. Где-то должен быть главный корпус, потому что моя подруга пошла с дочкой капучино купить себе. У нас когда там стоят автоматы, можно купить прямо посреди леса капучинку и выпить кофеечку. Неплохо. Тут же старые постройки. Как мне нравятся вот эти дома. Везде на них смотрю. В Швеции, в Латвии. Просто вот домик моей мечты. Ну, в общем, я вот на эту базу, где был когда-то металлурговский лагерь, если я не ошибаюсь, зашла не из того входа. Сейчас вот я нашла главный вход. Вот тут дорожка к морю. Там стоит шлопа. Здесь вот доска с объяснением, что такое бернаты. И вот так посреди леса стоят автоматы, можно попить кофе. И вроде как девочки сказали, что около пляжа тоже есть. Так что и сюда пришла цивилизация. Ну, вот здесь стенд есть. И здесь написано, что это вообще-то природный парк. Вы видите, вот он по побережью расположен. Как я уже сказала, 18 километров от города. Здесь можно увидеть растения, которые здесь растут. Те, которые редкие, уникальные. Посмотрите, какая красавица орхидея дикая. Вот вам даже название. Здесь же есть памятник. Я несу чак с ним. Но самое главное – это воздух, тишина и покой. Ну, немножко цивилизации, которые, в принципе, не входят в конфронтацию, тоже очень неплохо. Приветствуем. Красавчик. Ну, и, конечно, и в Лепые, и в Бернатах все дороги ведут к морю, которое вы можете видеть среди деревьев, среди наших прекрасных балтийских сосен. Просто гуляя набрали два пакетика грибов, немножко ягод. В основном маслята, парочка маховичков было. Вот здесь спортивная площадка. Вообще, это вот, как я вам рассказывала, в Лепые. Сам пляж по себе достаточно широкий. В Лепые он 160 где-то метров, до 200 местами. И здесь он, ну, наверное, 100 метров. И дальше начинаются дюны. И вот между дюнами тоже есть такие площадочки, которые и защищают от ветра, и в то же время ты находишься, ну, реально на море. Раньше здесь, когда были пионерские лагеря, у каждого лагеря была своя такая площадка. Здесь проходили линейки, всякие военно-спортивные игры, ну, и прочее, прочее. И когда родители приезжали навещать на выходные, здесь тоже было все благоустроено, и можно было посидеть, если не хотелось сидеть на ветру. И очень приятно видеть, что сохранили подобное использование, потому что, конечно, здесь уникальный ландшафт, уникальный воздух. Ну, и вообще здесь здорово. Те, кто не любят толпу, ну, в принципе, чем хороша Лепа, что даже в центре города толпа бывает на пляже чрезвычайно редко. Ну, наверное, в июле, когда сюда съезжается много туристов, и практически вся Литва. То есть основным языком становится, наверное, литовский. На период туризма очень популярное место для них. Отсюда до границы километров 50, наверное. Может, 55. Не удивлюсь, если вот эти кольца баскетбольные, вернее, колец уже нету, щиты остались. Еще современ, когда здесь были пионерские лагеря. Это, конечно, уже все новое, современное. Ну, и посмотрите, последняя дюна перед морем. Мы поднимаемся. Моря лучший класс. Сейчас я еще повыше для вас подымусь, чтобы вы насладились этой красотой. И, пожалуйста, вот такой дикий пляж. Как я сказала, он немножко поуже, чем в городе, но все равно он прекрасен. А главное, что никого здесь нет. Гуляй, делай что хочешь. Говорят, родные пенаты, а у нас родные бернаты. Метры диких пляжей, великолепные дюны, грибы просто под ногами и черники. Она уже почти отошла, но все-таки есть чуть-чуть. Все, здесь цивилизация заканчивается, и мы на диком пляже. Жалко, что по видео нельзя передать качество воздуха. Ну, покой моря, шум воды передать можно. Ну, и хоть это дикий пляж, сегодня воскресенье, как раз середина дня, и вы можете увидеть, что народу здесь много. Потому что добраться легко, и люди с детьми, где можно дать свободу детям, с собаками. Все гуляют здесь. Удобно запарковать машину, прогуляться по лесу красиво. Ну, вот такое вот хорошее романтическое проведение выходного дня. Посмотрите, полоса поуже, и когда штормы, в общем-то, море выбивает дюны, и деревья просто вот так вот вымываются и лежат корнями на поверхности, падают. Ну, конечно, это природный парк, и здесь за всем этим следят. Вот все это под контролем, и лес саморегенерируется. Ну, и, как я всегда рассказываю, такого песка, конечно, больше нигде нету. Бельчайший, медвейший и чистейший. Самое интересное, сейчас в городе очень много морской травы. Она, кстати, является просто великолепной, пучой и удобрения, как-то предметно. И там вот прямо целые горы, я вам покажу. А здесь, как ни странно, почему-то практически совсем ничего нет. Моя шляпа полетела. Смотрите, там вдали найденный дом. Я сколько себя помню, столько помню этот дом. Мне всегда так страшно было, что его может море смыть, но до сих пор стоит. Ну, в общем, как говорится, если нет покоя на душе, нужно воссоединиться с природой. Народ так и поступает. Напишите, хотели бы вы вот так вот погулять по белому песочку, полюбоваться морем, подышать лесным воздухом и просто прислониться к дереву, старому, обветренному и обмытому дождями. В общем, воссоединиться с природой. 22 градуса. Ну, так, по ощущениям, чуть выше 20. Очень приятно, такой морской бриз. В общем, сплошное наслаждение. Поэтому, конечно, люди сюда приезжают. То есть, фестивалка есть. Правда, первая, которую мы встретили. Вы видите, там практически пляжа нет перед домом. Там все завалено такими балками из петинента, из бетона, чтобы не вымывало эту дюну. То есть, насколько вот все-таки деформируется побережье. Видите, защищенное побережье, оно надежно стоит, которое подвигается метров на 20. Точно. Наверное, даже больше. Это, насколько я понимаю, продолжение дороги, по которой мы приехали. И здесь вот и с колясками. То есть, машину остановим, где нужно. И дальше по лесу. Вот так, в общем, на сон, по морю можно и с коляской поехать, и на коляске, если человек с трудом передвигается. В общем, все как-то предусмотрено, все здорово. Так, вот знак стоит. Написано, что до лепы 15 километров. И 18, как я сказала, 15. Ну, это, наверное, до черты города. Для меня как раз 18. И опять-таки, на диком пляже, но если очень захочется, можно и кофейку попить. Ну, а вот так выглядит очень старый хутор на самом побережье. И стоит знак, что это уже приватные территории, и дальше приезжать нельзя. Неплохая локация, да? Здесь обуструемые дети, в зону ледников. Кстати, не только здесь. Вообще, по побережью, вокруг лепы, можно найти несколько таких очень уютных и очень комфортных зон. Для отдыха можно остановиться, покушать, приехать в компанию, посидеть. Валуны – это все последствия ледникового периода. И здесь вы видите хорошо. вот, и вы видите, что не только Бернаты, но и другие местечки, они тоже идут продолжение этого заповедника, у этого природного парка. Знак с енотиком. Бегают, значит, такие. Ну, в общем, здесь очень здорово, очень комфортно. Мы сейчас проезжаем Бернаты, но вообще сам поселок остается в стороне, а здесь вдоль дороги только видны небольшие хутора, которые здесь остались. Дорога на Лепы идет вдоль побережья. Я вам уже рассказывала и показывала на карте. И, конечно, здесь много всяких баз отдыха, таких сельских гостиниц, которые очень востребованы летом, но и практически не работают зимой. Ну, и, конечно, местные жители тоже подрабатывают летом, то есть сдают какие-то помещения, там гостевые домики, бани понастроили, чтобы люди пользовались, чтобы привлекать людей. И даже горожане выезжают сюда, не только туристы, которые едут из Литвы или из Германии, но и местные тоже, в общем-то, иногда любят сменить обстановочку и просто пожить уж совсем на природе. Ну, или провести какое-то мероприятие, встретиться с друзьями, отметить свадьбу, какой-то юбилей. Это тоже достаточно популярно. но в общем, сегодня я вас по лесу нагуляла, ностальгические вам свои воспоминания рассказала, новые постройки в сельской местности тоже показала. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам все понравилось. Я еще в Латвии буду какое-то время, поэтому, если есть какие-то вопросы, спрашивайте, отвечу, так как оно есть, не придумывая. То есть, вот что вижу, о том и говорю. Ну, а на сегодня, наверное, мы с вами будем прощаться. мы уже подъезжаем к городу, скоро Лепая. Я набрала два пакетика маслят, теперь мне их чистить и морозить. Муж приедет, сделаю ризотто с маслятами. Ну, а вам я желаю всего самого доброго, вот такой вот просто божественной погоды. Ну, и, конечно, чтобы все у вас было хорошо, и чтобы небо было мирным. Видите, Лепая 2027. В 2027 Лепая будет культурной столицей Европы. Ну, а в 23-м не забываем ставить лайки, подписываться и оставлять свои комментарии. Всем пока-пока.